Донецкий аэропорт стал символом героизма И безумие этой войны Защищать его с одной стороны бессмысленно Но не защищать нельзя За стойкость в обороне аэропорта Сепаратисты называют украинских военных киборгами А само здание стало Брестской крепостью нового времени В прошлые выходные мы встретились с киборгом Евгением Позывной Спартак Словутчанин Евгений, очень приятно видеть вас в этой студии Хотя несколько неожиданно Я очень хорошо знаю вашего отца Мы с ним общались совсем недавно И он рассказал немножко вашу судьбу Вы же военный, профессиональный, да? Да Я при Советском Союзе поступил со Словутчанин Я поступал в Рязанское высшее воздушно-десантное училище В 1993-м я закончил, уже развал Союза произошел На тот момент, в 1993-м году не особо нужны были офицеры Украинской армии Соответственно, я уволился с вооруженных сил Стал офицером именно с запасом Ну, до того момента, как вот 2 марта Начались вот эти события То есть я прибыл в военкомат И после этого уже, как говорится Возобновил и стал опять кадровым офицером До этого времени был уже запас А что послужило принципом основным? Просто потому что Ну, война, и вы поняли, что надо защищать родину Или какие были позывы вернуться в армию? Ну, дело в том, что, например, если ты военноучилище В моем понимании Если ты военноучилище заканчивал То, соответственно, ты всегда должен Если ты даже в запасе находишься Если ты офицер То у тебя есть Может, для многих там громкое слово На самом деле Есть такое слово чести офицера Чести офицера Да, то есть Ну, в моем понимании Что все офицеры должны стать более строй Те, которые боеспособны Вот только это Ну, а сам то, что твоя земля родная То есть это для остальных всех мужчин Ну, офицеры-то прежде всего В моем понимании так Я понял Хорошо Вот я тебе уже задавал этот вопрос Перед программой Но, тем не менее Ты заканчивал российское военное училище Рязанской, по-моему Нет, я заканчивал При Союзе поступал Это было, ну, единственное На весь Советский Союз Рязанская воздушная По своей специальности Да, воздушный десант Она была единственная То есть Украины достаточно очень много И у нас, когда при распаде Союза У нас приехало на Украину 36 офицеров Которые выходцы Были с Украины корнями Так же само Очень много в российских войсках Остались десантных Те, которые с Украины И родители остались на Украине Но условия были тогда службы Лучшие в российских войсках На тот момент То есть, исходя из этого Вот, ну, учитывая, что сейчас Война с Россией идет Не встречался со своими однокурсниками? Нет Такого нет Единственное, что У меня есть знамя ВДВ Которое в прошлом году У нас было 20 лет выпуска Я приезжал в Рязани Набрал своего сына маленького Ух ты Да, мы встречались И все именно Как мы остались с друзьями То есть, 20 лет не виделись То есть, у нас, как говорится Своё братство Так же самое, да И там же я взял знамя ВДВ Именно там Никто кроме нас И когда вот эти события уже начались Я прибыл уже в 79-ю бригаду И там неделя подготовка была у нас До комплектации На выйти на боевые То на знамени мы специально вышли РКПУ Это, понятно, только те Которые окончили Рязанского воздушного десанта На белом куполе РКПУ Ну и добавили, что Украинский флаг Именно в уголку Именно знамя ВДВ И украинский флаг Ну, то есть, это для того Потому что у меня Мой начальник разведки Тоже закончил моё училище Сам с Херсонской области На 4 года старше меня, получается Именно мы так между собой С ним решили, что если Рязанец какой-то увидит Это знамя где-то в бинокль То пусть ему просто будет очень стыдно Потому что, как мы говорим Мы не в Рязанской области воюем Не под Москву подошли А защищаем свою землю Это вы пришли сюда Не знаю, там, правдами, неправдами Но вы всё-таки на нашей территории находитесь Только исходя из этого Ну, а если бы вот Встретились всё-таки Я понимаю, что есть российские войска Есть представители Наверняка есть люди Которые окончили училище Что бы вы сказали этому человеку Который, ну, пересёк границу Как любой военный Тем более офицер Я не очень верю в сказки О том, что там заблудились Мы не знали и так далее Никто в это не верит Ну, то, что именно заблудились Тем более те военные Которые окончили Именно как специалисты Да, спецы Десантники Тем более Да, те, которые служили То есть Я, грубо говоря, 20 лет был в запасе Это если постоянно служишь Что бы я сказал Сказал, что если так можешь разворачиваться Так, чтобы спокойно разворачиваться домой Просто со спокойной душой Ну, не стреляли бы Дали бы возможность уйти, скажем так Ну, если так лицо в лицо И, грубо говоря, что автоматы опущены То, ну, грубо говоря, разговор такой Потому что, например, я даже своим бойцам Когда принял, например, разведку батальонную То для них даже шок был Потому что я говорю, что в 92-м году Не хватало офицеров Когда Союз развалился Я командовал взводом 76-й именно Она правильно называлась Черниговская десантная дивизия Да, и сейчас она называется Только там Псковская То сперва так вот те вот, которые Мои разведчики, они так на меня, знаете С недоумением сперва посмотрели Именно и, то есть Кто я такой вообще Ну, вроде как Киевская область Не подседнули Да, да В этом плане Хорошо Но вот сейчас в прессе Очень часто называют вас киборгами Я раскрою тайну маленькую Вы защищаете аэропорт Донецкий аэропорт А почему киборг? Я не знаю, кто это придумал Но это вот именно Семнадий, что видим Да, потому что я в этот момент Как раз находился непосредственно В терминале в самом Когда уже пошло вот это в эфир Что киборги Именно как раз вот мы находились там Поменяли своих сменщиков Ну, там система, грубо говоря Не 7 суток, но 9 суток простояли Потом нас так же само меняли И именно когда мы находились в аэропорту То есть у нас информации Это абсолютно такое Не было А когда уже вышли То говорят в тот момент Когда мы находились Назвали киборг Почему? Я не могу Ну, может быть потому что Потери в ваших частях Но в тех средях людей Которые охраняют Аэропорт минимальный Относительно сепаратистов Ну, ходят упорные слухи О том, что сепаратисты Иногда Ну, под чем-то Выходят просто в открытую После артиллерийской Обстрела вас Просто выходят в наглую В открытую Считая, что вас нет И тут вы появляетесь Наверное так? Ну, может быть и так Но то, что они На самом деле Не под чем-то А там Под какими-то Серьезными допингами Потому что даже Это неоднократно такое было Что они, например Наступают И как нормальному человеку Если отрывают руку Это прежде всего Болевой шок Он продолжает там Вести какие-то цели Указания Это говорит о том Что они люди Не совсем там нормальные То, что я наблюдал В бинокль Когда даю корректировку Например, своим минометчикам То я видел, что Они, грубо говоря Особо не напрягаются Там, например Как нормальный человек Так же здравомыслящий У каждого есть Чувство самосохранения То есть он где-то Прижмется Где-то побежит Ускорит шаг То эти Спокойно достаточно Передвигаются Там на территории Того же монастыря Который мы видим Ну я могу наблюдать Например, со стороны Своей Западной То не сказать Что они там Ускоряют шаг Так прячутся Но особо Повильно себя ведут Ну С вашей точки зрения Это все-таки Военные люди Или вот то, что вы видите В бинокль Это скорее какие-то Ну как Уголовные элементы Люди как бы просто Получающие удовольствие И кайф от того Что они держат в руках оружие И могут стрелять Направо, налево Ну в бинокль Так особо не определишь Кто он Да Я знаю, что там достаточно Ну много есть Те, которых наемников Потому что Так же мои корректировщики Наблюдали Как та же блондинка Снайпер Например, перебегается Просто и залазит На церковь И наблюдает Да, там свою позицию Какая-то Так же самое Что наблюдатели Так же Ну много с Кавказа Северного Кавказа Те, которые наемники Конкретно Которые воюют Не первый раз И едут конкретно За деньгами Да Они на этом деньги Потому что Да, да, да Профессиональные военные Ну те, которые Как наемники То есть там они присутствуют И в основном Они командуют Этими подразделениями А та, которая Как в качестве Пехоты мяса Они используют Те, которые Либо это Ну Либо это Бывшие Ненормальные Как объяснить То есть и наркоманы Там присутствуют Те, которым Не хватает Те, которые привыкли Просто Если ты с оружием То значит Ты герой И ты То есть Ты можешь обидеть Слабого Если ты с оружием Таких, наверное Большинство И когда они лезут Например Такой массой На самом деле Их очень много Уложим Да И даже Они своих Не забирают Двухсотых Так же самое Их куски Там В подвале Например Там Лежат Эти Этих Останки Особо Они не прижают За своих Погибших Товарищей Потому что У них там Каждый сам За себя Грубо говоря Свою дозу Получил И ты доволен Вот Распорядок дня Ваш Я так понимаю Днем Вы где-то На подвалах Прячетесь Или Как вообще Распорядок дня У вас Такого Вообще Никакого Распрятка Как только Мы прибыли Туда В терминал Что я командовал На обороне Новый терминал Потому что Дальше На старый терминал Не могут Подлететь коробочки Заблокирован Там танками Подбитыми Техникой То сразу Начался бой Такой серьезный Бой начался Во-первых Я не знал Расположение Самого терминала Ну и Сменчик Со мной Программа Такая Что он Так же самое Когда прибывает Моя смена Я сутки Смил Еще остаюсь То есть Сутки Грубо говоря Такая небольшая Распорядок Вообще Отсутствует Потому что Начинается обстрел Началась война То есть Есть какое-то Затишье Легли Можешь Чай Кофе Попить Особо До еды Такого Как говорится Пяти-то Нет А первые Трое суток Грубо говоря Спишь Где-то Притулился 20 минут Перекомаривал И холодно Постоянно Так что Замерзут С первого Дня Так На девятые Сутки Как говорится Когда вышел Уже И возле костра Уже так Отогрелся Потому что Костры Там нельзя Разводить Если у нас Там газовые Горелочки Волонтеры Нам передают На них Можем так Что именно Кофе Там чай Тушенку Подогреть Так вещи Ну и Спальники То есть Если Так что Полностью Расхлабиться Снять броник Там каску И там Берцы Например Залезть в спальник То возможности Такой особо нет То есть Я так понимаю Что там есть Снайпер С той стороны Там все присутствует То есть Начинается Например Артиллерия Потом Минометы Галбицы Танки у них Ходят Например По ночам Потому что Наши мишки Ну Не могут Ночью воевать То есть Они вышли Наши танкисты Грубо говоря Днем Там где-то Проработали А сепары В это время Отдыхают А зато Ночью выходят Сепаровские танки И параллельно Просто идет Аэропорту То есть Новый терминал Старый И просто Он бах 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 Вот так Продвигается Потом Например Может Зенитка Отработать Пулеметные Расчеты Крупнокалиберные Также Снайпера Постоянно Наблюдают И Ну Сказать Что Вооружение Намного Превосходит То есть Снайпера Работают Там Калибр 12.7 Новые винтовки Которые На дальние Дистанции Бьют И Также Самые Ночные Тепловизоры У них Тепловизоры Непосредственно Для наблюдения У них Снайпера Работают С этим В этом плане Да Тяжело А вот С вашей точки зрения Как у Ну Условно говоря Там Сепаратистов Появляется Вот это Новое оружие Оружие Которого Нет Даже Украинской Армии Это Только С России Тут Вариантов Даже Никаких Нет Те Самые Беспилотники Которые Наблюдаем Ну По ночам Очень Хорошо Можно Заметь Когда Коробочки Двигаются Именно в ленточке То видно их И причем У них Такие Они Дорабатывают Они наверное Разрабатывают Еще и все Новое Новое Которое Водят Так же Как и вооружение И те же Самые танки Ну А самооборудование Танка Когда уже Подбили Например Сепаровские Уже То есть Самооборудование Уже Он напичканный Уже Электротехникой У нас например К сожалению Такого нет То есть Я навожу Грубо говоря Еще старинкой По квадрату Квадрат такой Улитка Восьмерка Например И потом Корректирую Северо-запад Тридцать Вот такие Пока Минометчики Наведутся Время проходит У них Непосредственно Беспилотник Сразу снимает И координаты Напрямую Передает Потому что У нас конкретно Пробивала Например Гаубицы Сам новый Терминал Наскровь Пробивал И такое Шарахало Все здание Хоть он и новый Здоровый По объему Но Твоя Как говорится Военная Там Все которые Там присутствуют У каждого Наверное Человека Присутствует Ангел-хранитель И все Как говорится Крыльями Просто Закрывают Потому что Ну Не объясняется Никак логически Почему Например Все остались Живые Может быть Поэтому и киборги Может быть Вообще Вот Ты видишь Войну из окопа Ну Скажем Там Из-за здания Аэропорта И так далее Я разговаривал С одним журналистом Он говорит Что Вот Разный взгляд У людей из окопа И у людей Из генштаба И достаточно Долго ходила Ну Такая версия О том Что Нас сдают Что вот Высшие генеральные чины Либо не понимают Либо наоборот Хотят Уничтожить Наиболее патриотично Настроенных Украинцев Вот сейчас Ощущения Такие же Остались Или Ну В плане того Я не знаю Как Потому что Я простой Как говорится Пехотный Ваня Да Потому что Я командир разведзводов Всего лишь Майор И это не моя Специфика Как говорится Ну В обороне Да То есть У меня совсем Другая специальность То есть Разведка Тоже самое Например Засады Либо дозоры Либо там Зачистка зеленки Ну А в аэропорту Мы просто Как в обороне Да Действуем А в плане того Что несогласованность Ну Это вот Я вам говорю Тот момент Например Приложу Да Когда вот По терминалу Уже насквозь То есть Бывает так Что например Их артиллерия Работает Грубо говоря Бьют по стенкам Ну Неприцельно Когда уже Конкретно в терминал Прошивает его полностью Я докладываю По рации Выхожу в эфир Что по нам Бьет именно Крупнокалиберные То Ну Тот Который старший Там сидит на обороне Не наш комбат Да Говорят Наблюдайте Наблюдайте Это не один раз было Да То есть Согласованность Это уже Непосредственно Вот Как наш комбат Ведет оборону Именно Трех точек Да То он Говорит У них связь какая-то Есть С партизмом Через посредников Я не знаю Каким образом Это в момент Перемирие Все случается То есть Если не прекратят они То отвечают тогда наши То есть Это сугубо командир Ну Он опять же Комбат Он берет на себя Ответственность И он Не подчиняется Грубо говоря Там Не знаю Кто ему командует С Киева указания приходят Или там Со штаба Именно то Но есть такое ощущение Что знаете Я не знаю Слив это и мои Развитчики говорят Что по первой компании Такое было Что сливают Там отдельные Есть такие Что сливают Есть такое Например Что Конечно Там с кабинета Как-то оно не видно На тебе Должны соблюдать Я же докладываю Это происходит Непосредственно Вот здесь Вот идет обстрел И конкретно Нас прошивает И бьет так Что ой-ой-ой Что мы не можем Голову поднять Да Там просто говорят Наблюдайте Хорошо Наблюдаем Мы не паникуем Мы наблюдаем Но Несмотря на то Что Перемирие Вы же все равно Отстреливаете Да Если уж Отвечаем Если да Отвечаем Ну то есть Там есть такие провокаторы Было такое даже Случай Например Что все партисты Между собой Начинают стрелять Это конечно Это приятно Когда они между собой Да Чем порубят друг друга Тем нечего Группировки между собой У них начинают Не договориться Хорошо С вашей точки зрения Война это закончится Скоро Или это все-таки надолго Знаете Это вопрос Вообще Я так думаю Политика Потому что Даже вот этот аэропорт Он находится Ну нельзя его сравнить Наверное С Брестской крепостью Но опять же На их земле Но чтобы Отодвинуть Эту линию фронта И чтобы он оказался На нашей территории Это не составляет Особого труда Будут какие-то потери Но мы выровняем Просто линию И он окажется На нашей территории Но как я понимаю Там где в Минске Какие-то были договоренности Что у нас оборонительная Доктрина То есть вот из-за этого Наверное То есть Многие этого не понимают Почему мы должны Точно держать Если буквально Три километра бросок Сделать Выровнять эту линию Нормально Намного проще Когда он будет в тылу Этот аэропорт Если он так важен Хотя В плане эксплуатации Не думаю Что кто-то его уже Поднимет Этот аэропорт Потому что от него Ничего уже практически Так не осталось Мне говорили Что там Не то что самолеты сажать Там даже машинами Ездить очень сложно Потому что он весь изрыл Да Там все избито Очень сильно Он уже не представляет Но мы даже Если когда на БТРах летим Именно под сколько Когда делаем туда То если машины в броне Подпрыгивают Там какой самолет Понятно То есть все-таки Все зависит С вашей точки зрения От политиков Как наверху примут Да? Я думаю да Бояне должны выполнять приказ Ну просто Не особо приятно Знаете Бестолковые приказы Выполняют Порой да Очень неприятно Порой да А как к Путину Относится там Ой Все негативные Потому что я сам Когда-то Путина считал Для меня он как лидер Нравился То есть То что мы тогда Информацию имели После того как изменилось Все негативные Все негативные То есть знаете ПТМ Да Пэхэл Да Вот это у всех Именно песня Харьковских болельщиков Поете иногда Не до песен Если честно Именно там Ну да Ну и в принципе Все считают Что это началось Только из-за него То есть Он и не Не столько Там российские офицеры Такие кровожадные Хотели сюда Именно там Атаковать И в принципе Развязали руку И там Бандитизм Который там Присутствовал Может быть В моем понимании Это беспредельщики Те которые Знаете Кто за деньги воюет У которых нету Ничего святого Кто за наркотики воюет Кто потому что Я же говорю Когда он был Такой вот Где-то там Обиженный Не мужчина Одним словом А ему дали оружие И теперь Теперь он воин Да Он с оружием Может подойти И человек Который заработал Эту машину Просто забрать В моем понимании Это вообще никак К мужскому Ничего такого Общего здесь Понятно Вы сейчас возвращаетесь Обратно Вообще Вообще сложно Возвращаться Из мирной жизни Где в общем-то Работают рестораны Кафе Кинотеатры Возвращаться В новое Сложно въезжать В мирную жизнь Знаете Сложно Да Потому что Ты въезжаешь Как вот Мы например Через Кривой Рог Проезжали Как раз Уже знаете Ты смотришь Люди живут Своей жизнью Потом в Киеве Когда я приехал Тоже Ну вот интересно Просто Это наблюдаешь Потому что Ты не видишь Это и как будто Ты уже давно С этого мира вышел А вот возвращаться Ну уже Грубо говоря За сутки Вот со вчерашнего вечера Уже мысленно Ты переходишь Уже туда Ты уже в голове Прокручиваешь Вот мы приезжаем Вот мой броник Вот так надо Чуть подцепить Вот это вот Нацепить Вот то что Из дома взял Сюда перецеплю Маскировочную Я уже постирал То есть Вот так я ее натянул Здесь сделаю Поудобнее Ножик Я перецеплю Вот сюда Ботинки я теплые Подготовил себе Ну вот в этом плане То есть Уже в мыслях Уже там Это может быть Потому что Вы по своей Первой профессии Военные А каково Вот людям Которые там Добровольцы И так далее У нас таких нет У меня все разведчики Все контрактники Все контракты По второму По третьему контракту Все начали боевые Еще когда Вот с Крымом Была проблема То есть 79 Она вышла Красной границы Все они В первой компании Участвовали Ну то есть У нас таких нет И батальон У нас первый батальон Именно 79 То есть Он первый туда И вышел в зону То есть Он более такой Не скажу там По отношению К другим батальонам Но Они те Которые уже прошли Это Ну вот Как у военного Как у специалиста Я хочу спросить Я как бы гражданский Но я все равно понимаю Что если бы Путину дали Ну как бы По носу Или по голове В Крыму Ну то есть Условно говоря Пусть там бы Легло Условно говоря Там ну 100 украинцев Не было бы Донецка Вообще То есть С вашей точки зрения Один к одному Так же самое Потому что Есть люди Те которые Например у нас Есть батальон Не служат Которые непосредственно Там были в Крыму И все об этом говорят То есть С самого начала Бы просто Ну это конкретно Опять же К нашим политикам Если бы не стопли Не желали То такого бы не было Во-первых И Крым И Крым бы не отдали бы Потому что Там есть такие Которые в морпехах Например служили Есть те же Например с Альфа Которые там Непосредственно В Крыму находились Наши так же Само стояли Которые Все об этом говорят Что если бы Тогда наши политики Бы жестко Просто взяли И скомандовали Не так что оружие Закрыть в ружейные комнаты И так же Как нам говорят Наблюдать Не было бы такого И Крым бы никто Не забрал бы И не было бы в Донецке Вот эта вот Слабинка Она получилась Во вред всем Как вы думаете А сейчас политики Не допустят Такую слабинку Типа Донецк За политиков Я не могу отвечать Но я думаю Что люди Ну именно Те же воины Люди Это гражданские По одному Да Но только единственное Это предательство Опять будет Если за что Мы держим Потому что у нас Есть погибшие И раненые Есть инвалиды Которые уже навсегда Остались без рук Без ног Да И просто Понять того человека Который живой инвалид Без рук остался А за что он там Вообще положил Эти две руки И там Да И как говорится На всю жизнь Молодой парень Для чего Если просто так Тогда отдать Некрасиво будет И предательство Большое со стороны Политиков Очень большое То есть Я не знаю Как армия себя Поведет В том плане Понятно Что мы Не беспредельные Там батальоны Какие-то есть Знаете Которые Каждый батальон Своего политика Защищает Потому что он Его кормит Мы вооруженные Вооруженные силы Украины Да То есть Прежде всего Не сказать Что мы за политиков Воюем Воюем за свою землю Родную За своих детей За своих близких Матерей И друзей И так же И то что мы Там находимся Это Как говорится Чтобы просто Не дать этой нечисти Дальше ползти Их можно И можно И отбрасывать Можно Их толкать Хорошо И последний вопрос Сейчас годовщина Майдана Будет Вот буквально Немножко осталось Все таки У людей В частности Живущих Там в Донецкой Области И так далее Такое впечатление Или такие ассоциации Вот не было бы Майдана Не было бы этой войны И погибших Как вы считаете Вообще Майдан должен был состояться Долгий Я думаю да Я думаю да Потому что Это вопрос Не то что там Опять же Те же бандиты Которые пришли к власти И они так уже народ закрутили Что это уже Это уже невозможно было Это просто тот нарыв Который он взрел Взрел И взорвался У меня во взводе Кстати есть Ну вот снайпер Со Львова Да он был участником Майдана И сейчас он продолжает службу Вот он и первую Первую компанию был И вторую И он так же самое Сейчас в отпуске Находит со Львова И приедет Так же самое Грамотный образованный человек Юрист Так же как и я В принципе Не военный Пошел на защитительный Достаточно нормальный Адекватный человек И на Майдане Которых Ну там еще в батальоне У нас есть люди Которые были на Майдане Адекватные люди Они все Спасибо Евгений Спасибо Извините что мы Оторвали вас от мирной жизни Потому что я понимаю Можно было встретиться С друзьями в это время С кем-то пообщаться Да просто погулять По мирному городу Я почему-то вспоминаю 86-й год Примерно такой же Когда была авария И ты находился здесь Где-то рядом А потом выезжал Куда-то в другое место И там совершенно другая жизнь Спасибо вам Ну и самое главное Чтобы мы с вами Ну скажем так Через месяц Там два Встретились Может быть перед Новым годом Поделились впечатлениями И вы сказали Что ну все Мы свое дело сделали Мы победили Спасибо вам большое Спасибо Спасибо большое Я надеюсь мы еще Обязательно встретимся Потому что без камеры Евгений рассказал Много интересного О чем пока Говорить нельзя А еще когда Встречаешься С такими военными Понимаешь У нашей страны Есть настоящие защитники Которые не подведут Не предадут Не убегут И будут стоять До конца Спасибо вам Ребята Мы верим в вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому